Все же не глядят полуночи, и блажен Рабье Божий, Угрящий, бдящий, преподобный Амвросий Оптинский. Монастырская жизнь. Учись понимать и монастырскую жизнь. Когда поймешь, тогда можешь понуждаться и на самое дело, от которого укореняется мир в душе, примогающий всякие неудобства. Если будешь жить по-монашески, то и на будущее время никто тебя не потревожит, и ты останешься в обители навсегда. В обители будут спасаться девы и вообще лица женского пола, желающие уневестить души свои Христу, хотя по немощи человеческой живут и будут тут жить с некоторыми ошибками. Святой апостол Павел пишет «Не похвалится всякая плоть пред Богом». И в Ветхом Писании сказано «Не с человека и же поживет и не согрешит». Наконец, часто повторяется многими и русская пословица «Ошибка в фальшь не ставится». Старайся жить в монастыре страннически, себе внимая и помалкивая, и не входя ни в какие дела. Тогда и уразумеешь, самим делом апостольское слово, любящим Бога, вся поспешествует во благое. Сказано в псалмах «Многие скорби праведным, многие раны грешному». В каком бы положении христианин ни находился, не может избежать скорбей и болезней. Есть спасение и кроме монастыря, но с трудом велием. Хотя и в монастыре спасение не без труда, но зато и кроме спасения в монастыре может человек достигать и совершенства христианского. Если только достодолжно потрудиться смирить себя и покорить не только воли Божьи, но воли начальствующих по Бозе и даже меньшим, в чем нет нарушения заповедей Божьих.